Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня я хочу поговорить про удаление листьев томатов. Если некоторым кажется, что эта тема ранняя и не своевременная, то это не так. Обычно у кустов томатов после появления первой кисти с плодами, когда сформируется, можно оборвать нижние листья. Но все знают, не более 2-3 за один раз. Летом обязательно обрывать пожелтевшие, скрученные, старые. Их надо удалять. Это почти всем известно. Но не все знают, что некоторые листочки у томатов нужно удалять уже при высадке в землю на постоянное место. Вот я сейчас высадила, например, в теплицу. И мне уже некоторые листья нужно удалять. Но опять же, сразу удалять много нельзя. Так как кусты так болеют при пересадке, удаляем только необходимо, которые удалить. И обычно мы удаляем листья те, которые... Вот я их уже удалила. В первую очередь, вот видите, вот этот вот черенок. Я удалила те, которые при пересадке попадают под землю, в заглубление. Их удалять нужно однозначно. Однозначно. Если они у вас приходятся ниже уровня земли, удаляем сразу. Потом. Какие листья удалять еще нужно? Сразу же после высадки. Те, которые касаются почвы. Вот видите, у меня вот здесь листья есть, которые очень низко. Они лежат на земле. Вот этот. Вот этот. Вы извините, качество тут съемки сделать невозможно хорошее, потому что тут они в самом-самом низу. Их никак не через штатив, никак вот только лазить самой вот по этим листьям. Вот вы видите, вот эти нижние листья, они прям лежат на земле. Вот такие листья удалять нужно однозначно. Это риск заразиться растению фитофторой. Вы все знаете, что фитофтора идет от грунта, от земли, от мокрой земли. Вот этой вот. Вот эти все, тем более они, видите, какие-то желтые. Вот эти все желтые, старые, касающиеся земли листья нужно удалить. Делается это и для того, чтобы растение вот это, после высадки, вот сейчас оно приживется, чтобы оно пустило все свои силы, все свои питательные средства именно на развитие вот этих молодых, молодых листиков. Вот видите, бутончик. На формирование цветочных бутонов, на формирование плодов. Естественно, что эти питательные вещества, которые те листья тоже старые обеспечивают, они же все равно тратятся на нижние листья, они у нас после удаления пойдут сюда. Ну и дальше вы знаете, когда первая кисть вот эта вот отсветет, сформируется, и можно будет постепенно удалять листочки, которые, ну, дальше по стволу. Вот сейчас нижние мы все удалили. Я даже сейчас вот при вас отщипну, я вот этот удалю, касается земли, вот этот удалю. Я расчищу, вот видите, вот этот вообще у меня закопан в земле. Вот эти вот листья все были у меня в земле. Я вот освободила стволик и потом уже, ну, дальше я буду потом рассказывать, потом уже по мере формирования кистей и плодов мы будем удалять дальше и дальше. Вот до первой цветочной кисти почти все удаляют люди. Ну, а дальше, когда нижняя кисть созреет, вы уберете, можно будет удалять дальше, но это будет уже не скоро. Потом обязательно обрывают листья, если у них какие-то пятнышки, вот как подозрение на фитофтору, это обязательно делают это для того, чтобы заболевание не пошло дальше вверх, не заразились другие еще томаты. Но вот на сегодняшний день про удаление листьев это все. Вот нижние листья, которые попадают в землю, их еще до высадки удаляем, которые высадили, но они касаются земли, их удаляем тоже. Вообще вот эта необходимость удалять листья у томатов в теплице, до сих пор жаркие споры среди огородников, это все длится очень долго, кто-то говорит, что полностью нужно все удалять. По их мнению, вот это вот оголение ствола предотвращает грибковые заболевания, напрасно куст не тратит энергию на лишние листья, только на рост томатов идет. И кроме того, как они говорят, это обеспечивает большой доступ воздуха, освещение. И вот при таком формировании, если люди формируют так, что оставляют всего 2-3 верхних куста, я видела такие тоже лысые томаты. Но другая же часть огородников утверждает, что полная обрезка листьев нарушает циркуляцию, разрушает процессы питания, ограничивает фотосинтез, потому что листья это такой же орган, очень важный, как стебель, как корневая система. Ну и вот эта часть огородников рекомендует удалять только нижние листья на растение, а также пожелтевшие и подсохшие, вот про что я вам сейчас говорила. Но каждый начинающий огородник выбирает для себя оптимальный вариант. Нужно делать это самостоятельно, не слушайте ничьих советов. Попробуйте одну часть томатов так вырастить, другую часть другим способом. И тогда вы посмотрите и увидите, действительно ли вот это оголение ствола дает наилучший результат, то есть получается больше урожая, может быть он быстрее поспеет. Вот методов формирования куста очень много, да. Каждый делает по-своему, но как бы мы ни делали, цель у нас у всех одна. Каждый хочет получить как можно больше урожай, как можно скорее. И вот для того, чтобы получить хороший урожай скорее, вот эта операция сейчас, в данный момент, необходима. Если потом вы будете решать, обрезать вам все листья или не обрезать, это существуют разные варианты. Но удалять листья, которые касаются земли и которые у вас идут под закопку, это обязательное условие безопасности вашего растения. Если вы этого не сделаете, растение может заболеть намного раньше вот этими грибковыми заболеваниями, потому что касаться грунта листья не должны. Все, вот эти листья мы обрезаем сразу же после высадки в теплицу. Хотя казалось бы, какая еще обрезка сейчас, еще очень рано, но ничего не рано, растения уже растут, их уже нужно формировать, за ними нужно ухаживать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова и это разговор на тему, когда нужно удалять листья с томатов и какие.